Я пишу к вам За него туда смерть Вот у этой корешки сосну Твой войн ни конца, ни края И всевышнего тоже упорочив Я четвертую лошадь меняю Удивляясь, что сам еще жив Ну а если в бою арьергатном Я поду в предночетной час То погоны цветы Максель Бактон Оргиналец моего первого И тогда не платите с отцами За нежданную грустную весть Просто знайте, что в мире над вами Вам знакомая звездочка есть Ах, какая безмерная плата С нас берется нелепой войной И пылает пожар и растрата Год четырнадцатый роковой И пылает пожар и растрата Год считаем над собой Роковой 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 Родина, прости, ты Роковой 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 Эти дни кончились они, отгремели грозами. Родина, прости ты, меня веруй, Милый рай березовый. Родина, прости ты, меня веруй, Молодой березовый. Если все дожди не помог, мы переходим по Второй мировой. Эту песню писал с 1975 года и никак не знал, как ее закончили. Настая песня называется «Возвращение». Только в этом году я закончил, сейчас ставлю ваше манимание. Что главное на войне, солдат? Главное, что его ждали. Ни победа не важна, ни поражение не так страшит. Если есть куда и к кому возвращаться. И песня называется «Возвращение». Посвящена она Параду Победы. Вот немногие, наверное, знают первый Парад Победы. Вы думаете, 9 мая был? Нет. Он был 24 июля в 45-м году. Мой отец был учебником, который Парад Победы. Песня «Как батальон и разведка», которую в Москве посвящается ветеранам Отечественной войны. Возвратившим живым. Понимаете, тех не зашел. Парад Победы. 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 А там, где мой дом, там, где мой дом, Скоро, брат, сирень, как светёт, порезает. Там, где мой дом, там, где мой дом, А я, ты там, а с тобой. Растают веленые пушки, на верною змеи, Кошелом, ни карахучи, ни танки, ни пушки. Закончилась эта война, а ворочей распилались дали, С непокрытой своей головой. Другие мои, парамедали, ворота славы, И шрам мой, на груди моей, парамедали, Ворота славы и шрам полевой. А там, где мой дом, там, где мой дом, Скоро, брат, сирень, засветёт, повисанет. Там, где мой дом, там, где мой дом, Скоро, брат, сирень, засветёт, повисанет. Там, где мой дом, Там, где он дом, что ты в гостях Там, где он дом, что ты в гостях Ужал, что ты в гостях Там, где он дом, что ты в гостях Там, где он дом, что ты в гостях Там, где он дом, что ты в гостях Чтоб союзник прислал за землёнку уютную, За наряд огонёк, за машину попутную, Что идёт на восток. И мы и за товарищей, за друзей, Что прошли сквозь пожарища и остались в живых. А за тех, что не дожили, а в жестоком бою, Отчимы, как положено, выпьем водку с бою. А за тех, что не дожили, а в жестоком бою, Отчимы, как положено, выпьем водку с бою. Мы вернёмся счастливее, в очень долгий поход. Будут девушки милые навстречать у ворот. И что было загадано, всё исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой горькой. И что было загадано, всё исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой горькой. Потом в глубоко проживущей войне наступила ещё одна длинная война. Десятилетие почти алгарская война. Значит, эта война, может быть, именно она и привела к тому, что мы сейчас имеем у нас в стране. То, что от неё осталось от страны. Наша вина, конечно, притащили войну за собой. Но всё-таки мёртвые срамы не имуты, а мы делали то, что приказано. Это был приказ Родины, и мы его счастливы выполняем. Кто-то, чего не говорил. И поэтому у меня лично, вот у моих друзей, тут все от моих боевых друзей, к нему-то, не пришли. Спасибо ему. Я, Антон Силасяксан, лучшие воспоминания в жизни, это, как ни странно, война. Афганистан, это лучшие друзья на свете, это самое чистое небо у нас головой, как ни странно. Самые высокие горы и самые незлобные начальства, потому что далеко, там, где-то, в другом краю Афганистана, они почти никуда не приезжали, никуда. И сам себе хозяин делает, что хочет, как хочет, а если плохо сделал, сам себе и накажет. Ну, свобода такая, абсолютно. И вот песня, первая песня, первое недоумение, когда я туда попал в эту провинцию. Совсем днем другие люди, все другое. А было такое легендарное подразделение «Каскадь», это «Перасово с Каскадь», это «Выпил», который имел чай-то там лежать, и песня такая, там вот слова «Каскадера», ну, «Каскадер» это вот, там, сами, так и надо так называть, «Каскадер», «Каскадер» значит «Каскадер». Ну, там, еще еще какие-то слова, там разные, долго объясняют. Основные понятные, только различные маленькие есть, там на фарсе «Духтар» и «Ханум». Вот «Духтар» это девушка, а «Ханум» это женщина, вы знаете, да? Вот такая, эх, куда же ты попал, «Каскадер», что не шаг здесь надувал, кто забыл. Задувал им «Ханум» и «Духтар», а на крыше бит солярный угар. Задувал им «Ханум» и «Духтар», а на крыше бит солярный йога. И шаги орут с утра до темно, им с мечети подрывает мула, и слоняются везде на рафики, да, товарищи, от базары до копчей реки. И слоняются везде на рафики, от базары до копчей реки. Здесь неведуя тревог и забот, в чей конечии гоняет народ. Размышляет целый день, что почем, а душмарит вроде им, ни почем. У нас такой шот. Размышляет целый день, что почем, а душмарит вроде им, ни почем. А это что? За чучело по лжет, двух волок гоняет вдоль по бежет. А эта женщина, авгантская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, авгантская мисс, обрабатывает землю под рис. А у туканщиков, торгов, торгов, смыганя, а у туканщиков, баса мальчишки, ободрать тебя любой норови. А так заблокировано только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, но равно выйдет только в кино. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу. Да мои доны там, я готовлюсь, как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои не дадут загнозу мне от тоски. Снегу нанесу, делать нечего. И вылезать это у вас страшно первое время, потому что жизнь молодая и одна всего. Потом становится на все на тревогах. Так продолжается почти целый год. Опять самое страшное, когда через месяц самолет и скопнул на Москву в дерево на землю. Тоже страшно. В конце войны, например, рекомендует. А в промежутках вот такая веселая песня. Весело там тоже бывает, даже когда не весело совсем. Но тоже вообще известный мотив. Это вот, извините, потому что мотивы некто было придумывать тогда. Да и начнет северскую праздник, как там я, так что. Ну, вроде бы, ну, тяжело. Поэтому брались старые звездные песни и афганец колорез. Вот такая песня. Песня спецназа, который попал в горы, его почему-то решили делать горным якорем. Он лазит по этим горям, он клепет более света на час. Вот такая песня. Песня, вот и нажды, в генерейном горе не досталась сказка и про нежелин. Вспомните, что где-то бродит вовсе голод, с вами в общем не знакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва голубые моря полетели лихо камни догонять, вспомните, что раньше вы так не летали и, как видно, больше вам так не летать. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дугане, ну, это супермаркет арганский, не обидно полетели, если вас в Дугане нагло обманули, если гнев неволина в сердце к вам пролит, помните, что в вашем автомате пули, их на все Дуганы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. И самое тоскливое, если вам замены нету и союза, если не пускают, свидетельство с женой, вспомните, ребята, на бензонах груза, как двенадцать лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваши глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Там в Афганистане самые страшные колонны, вот по крайней мере в нашей провинции. Если еще в воюме потерять, ну два-три человека считают же большими, то 30% колонны, не дошедшие до пункта последнего, мы там и были в Файзабаде, это так и от разожить, он обрывался на нас. Это обычное дело, и 30% потеряющего состава машин жутко. Ты не видишь, где рванет, потому что нам научились так, они ставят фугации, что под какой машиной замкнутся контакты, где кто-то на воду предугадать совершенно невозможно. И вот это называется размышление в колонне вулкан Файзабад. Это последний отрезок пути, Файзабаду заканчивают, 8-го Файзабаде, при чем эти колонны изрядно потрепанные, а колонны везут в местное население. Галоши, это же на расход, там был блестящий, там разбирали, дрались, за них мука, цемент, горюши, сматочные, там много чего, в этих колоннах и жгали, эти колонны по пути, чтобы не довезти туда. Ну, вот такая. И представь себе, и представь себе, это колонна, скорость его движения 5 км из ручья, потому что перед этим идут саперы с собакой, потом тралые, и на ними тянется колонна. Вот шаг шапер, саперы 5 км из ручья, вот так все, кого-то там. И одуревший водитель, наторившийся на шире, пьяный, который сидит, ну, вот тогда, простите, но у нас закрывалось глаза, потому что 80% смерти от шока водитель, механик, отгоревший, не выживет только от боли. Если у офицера была водка или спирт, можно было довести себя до полной анестезии, ничего не чувствовать, теряешь на части, а солдат почти всегда смерть. Вот такая колонна и грустное размышление. На солнце плюс 52. Сидятся на броне, потому что на броне больше шансов уцеления. Попадает коммунитивный заряд внутренний, в танк брать транспортера, загорает все внутри, распоряется и любви. Двух разных войн едино-суток, так говорил один комбат. Мы трассы жизни звали Пути, приступу к пене, западу, там трое суток напролет, ползет колонна между скал, за поворотом, поворот, за перевалом вперед. Держись спокойнее, браток, на нервы битерна, сына. Здесь не Европа, а восток, здесь мудиминная война, стремни, покуда твой черед. Одной напарнику в струк, за поворотом, поворот, за перевалом, перевалом, прикрой усталые глаза, язык, как рвей, от клей. И все, что ты в письмах прочитал, за словом слова, подкори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал, за поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. А кто-то живет, как жил, да просто сествует со злом, а ты давно уже забыл, что именуется добром. Пыль со стулы смывает пот, в глазах под рубрик карнавал, за поворотом, поворот, за перевалом, перевалом, и где-то мир, и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробойной в лобобом стекле, сказали вас награду ждет, где нет, и не мечтал, за поворотом, поворот, за перевалом, вперед. Дилемма, быть или не быть, не для уставших наших душ, да мы просто дальше будем жить, перевалим за кем-то хуж, он пройдет над головой, вертушки в сторону ушли, и расстроился корой, а через, приятели, мы дошли. Еще одна песня про колонны, это самая первая колонна, поэтому мелодия Высоцкая сейчас произойдет. Во всем словам последнего права. Здесь мы на мировой минах, здесь климат длинный, здесь горы вершины солнечные, в моей медленной по серпантину, у кого на пол идет опять засада. А ну держи, у чем ли копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держи, у чем ли копейки стоит жизнь, и только случай решает, кому повезет. Раня батальяра раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, бегит в 14-й век, тебе будет сласковь прицел, КПВТ, это поликонный прицел, большой прицел. А ты не машина, ты человек, бегит в 14-й век, тебе в лесу спать прицел, КПВТ, будет под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей на раз, не два, в глаза глядел, но сквозь пороховой туман, ты слышишь гром и мой душман, землю пробили десятки органных стрел. Знакомый ротер, ротер, уши бьет, под нами боевой вертолет, а ну теперь посмотрим, чья возьмут. Пускай ты летчик, а не Бог, больше Бога тебе сделать смог, спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не Бог, больше Бога тебе сделать смог, спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех не дожил, но не допел, не долюбил и никогда не забудем. С тобой за тех не дожил, но не допел, не долюбил и никогда не забудем. Весное, как мы войны, здесь дружба ценится вдвойне. А потому за дружбу второй стакан, За нас с тобой, за дом родной, За этот день, за этот бой, Да даже чёрт с ним зав ancora не стан. За нас с тобой, за дом родной, За этот день, за этот бой, И даже чёрт с ним за этот Аганистан. Получил отпуск, настрелял, за руку в ноль на прикладе, и получил отпуск. Приехал в Москву. Вот весь второй год. Вся в Москву одета, помните? Джинси Юйсток, Верху, Почти Жамиль, Батники, Неделька. Вы знаете, помните, если вы поняли, то такое еще, да? Сергея Замадонна, Мадонна Шея, Нациполь. Все контрабанда, и всем наплевать, что цынкачи идут подробно. Никому. Ничего не интересно. Там война, там обгибнут люди, ничего не интересно абсолютно. И самое главное, куда мне плють, везде бананчики. Банан, девочки в бананах, мальчики в бананах. Березки толкутся, ломщики в бананах. Все в Москву в бананах. И банан, когда он вернулся, подает на операцию, а надо встретить караван. Операция неудачная. И вот он лежит, вспоминает, и у него ничего нет, кроме солнечных зайчиков в прицеле. И бананов на девушку, на мальчик в Москву. Вот песня такая. Мальчики-бананчики называется. Песню «Знать». Четвертый час лежит в поле, на солнце яростно следит. Чуть-чуть по отдыху догорает БМП. Тоска такая, хоть кричи. А наша раса и молчит. И черти, что за мысль в голове. А где-то, мальчики, надев бананчики. И лентов у березки. А у меня в прицеле. Солнечные зайчики. Зайчики, зайчики. И больше ничего. Мы вышли встретить караван. Но напоролись на душманы духи нам. Устроили обрал. Играем с ними в чёт-ничёт. И час за три идёт в зачёт. А чё, Малконравик предупреждан. А где-то мальчики по кинозайчикам. Вечер отправляются на импортных авто. А у меня в прицеле. Солнечные зайчики. Зайчики, зайчики. И больше ничего. А может, так и надо жить? Кому стрелять? Кому бутить? Кому-то всё это показывают спину. Но ощущение ведёт, Что всё известно наперёд. И тут стреляются забытые. Давно и эти мальчики по кинозайчикам. За бойства наши будут наблюдать. И с темноты и щекотать. Подружить резвым пальчиком. И целовать зевающие рты и щекотать. Подружить резвым пальчиком. И целовать зевающие рты. Вторая песня. А вторая песня. Я говорю с тем, что написал всю вторую песню. Не, Широид не мальчик. Я сам говорю. Но я написал вторую серьёзную песню. Про афганскую женщину. Не про нашу афганку, Который работает там. Медсанбати наша по найму. Наверное, про афганскую. Жаль, что я случил эту историю со мной. Вот эту историю я вам сейчас расскажу. Навтубай – это женское имя. Звали женщину, тут Малтуба. Да мне женщина, просто девчонка. Как тростинка танка и слова. Притащила меня по воронку. А потом, разорвав паранжур, Пинтовала горячие раны. В кишлаке под названием «Аранжур». В поездку. В колонном пути подошёл. В Ахтуба. В Локос Ветер на склонов боём. В Ахтуба. Ненужны мне три года за счёт. Я б пошёл в то, атаку опять. Только время не движется спека. Помню родичей стайку твоих Неуттянущих тонкие руки Ты сказал одно, шуравец на местности И они отшатнулись в испуге А потом полевой медсанбат И врачей утомленные лица Я хрипел им, где мой автомат А он мне скоро теперь пригодится Да не нервничай, все при тебе Тут какая-то фея из сада Принесла поутру в КВП Пистолет, автомат и гранаты Махтуба, словно ветер на склонах поет Махтуба, не нужны мне три года в зачет Я пошел в тот роду опять Только время подвижется теперь Вот и все, я вернусь домой Затянулись военные раны Только как-то связалась с судьбой Та девчонка из Англистана Да я не помню почти ее глаз Что запомнишь при том дурмане Может кто-то другой меня спас А может вычеркнул в старом катаване Вот только ветер поет Махтуба И куда-то зовет Махтуба Я пошел в тот роду опять Только время подвижется теперь Я пошел в тот роду опять Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль погонным склонам От кундуза и на фейзобаты Худ дороги Афганистана Сквозь огонь из осады душманов А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь до фейзобата, между прочим Для друзья не легок и не в скорбь Шли три дня, три ночи Трудно было очень Но водитель не внушил От кунду дороги Афганистана Сквозь огонь из осады душманов А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Может быть в Союзе не темлиться Наши песни будут ненамек Но не позабудем Если живы будем При афганских выживых дорогах Кутарев и Афганистана Сквозь огонь из осады душманов А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Друзья, кто с кем пружил У мне были самые лучшие рода войск В афганистану У нас вертолетчики Вновь без них никуда Там вообще ничего Не добраться без вертолетов Не прикройте тебя с ним в вертолеты Не доставить тебе продуктов Горюшем адресом Ничего Дай сюда У нас вертолетчики лучше друзья Вот эта песня Была написана, наброски были, новогодняя ночь, 82-83 год, был жив еще мой побратим, Вадим Бурак, друзья его сидят. И никто не знал, что эта песня была написана вообще про вертолетчиков, но в том же году, в 83-м, погиб, он горел живьем на операции. Вот опять летим мы на задание, режут на покровки по постель, а внизу земля, а в Истания, разлеглась квадратикой в поле. А внизу земля, а в Истания, разлеглась квадратикой в поле. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот как тебе под облакан. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы до шикан. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы до шикан. И кому судьба какая в пути, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты, а ливы светят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, а ливы светят, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданье и пророчество, и о прошлом тоже не живи. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки опастей. И опять страна Афганистанья разлеглась в квадрате, как парень. И опять страна Афганистанья разлеглась в квадрате, как парень. И еще тут, кто уже сам не может найти, что называется вальс вальс вальс. Много вальс вальс, но этот вальс тоже вальс. И тоже про вертолетчики. Новый год мы встречаем вертолеты из Петр Ильи, где наши друзья были лучше, где Пабраким, где Вадим Бурак, где Виталий Кабалаванов, Камыск, который тоже погиб в том же бою, в том чуть позже, в Ташкенте уже. А тогда все были живы, Новый год, все веселые, пьяные, никаких боевых. Елка была чудная, не буду рассказать, что на этой елке висела. Мы не имели мы грошек. Нет, рассказывать детей нету. Гильзы на грани начищенные, пулеметные, автоматные. Все отмешурой, такая ткань была на линьнике, покойник, в Витах. Она такая зеркальная, чтобы вербовщик тюльпан, пока прилетел, долежал. И еще, пожалуйста, вот эти резиновые изделия, красивые, разноцветные, с мордами зверей, надрубные шарики висели на этой елке. На этой елке мы вертали в елке, при влоке верталочки. И вот это, мы вас в отчету подробно. Звучит случайный вальс, на комодуле притившим, И под его пакет, уходит старый вальс. Звучит случайный вальс, на комодуле притившим, И под его пакет, уходит старый вальс. Что было в том году, дороги до дороги, Да скорее же это на дубах, горячего песка, И новые друзья, и старые тревоги, И мины под ногой, и пули поиска. С гвоздем гитару снял, усталый я далёчий, Настроил в умный сон, с аккордами пушил, И добрый старый вальс, и авганской ночи, И мысли из отца, и звезды закружил. И добрый старый вальс, и авганской ночи, И мысли из отца, и звезды закружил. Повел, качаясь в лазь над древними горами, Не ведая войны, не ведая как низ, Мы грезим наяву любимыми глазами, Пожатьем нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, Пожатьем нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нет звуков фальши, Кончающийся год не зарастет в прием. И край, пилот, край, про то, что будет дальше, А вы к тебе сейчас тихонько подпоем. Ночью коротко спят облака, И лежит у меня на погоде, Не знакомая ваших рукой. После тревоги спит гордон, Я усвоившел мелодию вальса, И сюда заберем много часов. Пусть я с вами совсем знаком, И вальсово все мой дом, Я как будто бы сутболом, После дома родного. В этом зале пустом, И танцуем мое, так скажи мне, слово. Сам не знаю, о чем я слышу, Небесо кружится, Сверх над крышей, Затягивает на ногам Получный послой. Звучит случайный вальс, Над модулем прикиньшим, И под его мотивом Ихлая модуль вновь. Ещё одна песня, Сравненское житьё-бытьё, Которое не очень сладкое, И на первый взгляд, Совершенно никакое, Но если там мудрец поварится, Немножко мертвое отель, Начинает нравиться, Потом влюбляешь свою страну, Даже в тех, кто в тебя стреляет, И сражаешь без всякой злости, Непонятно зачем, Словно, ну вроде профессионально, Где-то всё это дело, Иначе ты и вальёшь. Это песня «Давай что расскажешь о Востоке». Вот попытался в четырех куплет Изложить то, что там видно на первый взгляд. Что расскажешь о Востоке, Непривычная страна, Там совсем другие боги И другие имена. Там горянки, величавые И пугливые, как стрижет, Но глаза глядят луком Через сетку паранжи. То Азии, то Горы, То пустыня Регистан, Чем супермонетранспортеры Из Кабула в Чак-Чаран. Там одна сплошная суша, Не бывает жарщих суш, И с вершины Гендукуш Виден только Гендукуш. Там народ неторопливый, Почитающий Коран, Напишено красиво О законах мусульман. Там землёй латают крыши, Там стреляют по ночам, Там предложат вам гашижу, Брын прилимчивый, бача-бача-бача-бача. Там поклонники хая вас, На такие взядущие, На тонкости слава сборят Боже упаси. Вам раз вас разбудят на рассвете, Попиющий с неба глаз, Моет звезд, завез с мечети, Делать утренний намаз. Ну расскажешь о Востоке, Непривычная страна, Там совсем другие боги И другие имена. Там экзотики навалом, Экзотичнее найти, Там стреляют из гувала Вдоль колонного пути. Вот коротко про рассказ. Заканчиваться северной войной, Промежуточной Амганской, Мы прекращались потом воевать. И до сих пор воевал все. Весь 20 века, 21 века, Что очень обидно. Пора заканчивать, Иначе мы сами кончики Светлевой, Настоящие с рэдборками. И ничему, никакая у нас не учитывала. Единственное, что. Поэтому эта песня, Ну, я знаю, Тогда кому-то нравится, Кому-то нет этого взгляда. Но не на действие, Которое имело историческое место, А на человека, Которого уже нету, Поэтому о нем плохо не говорят. Но он так рисовал Нашу историю русскую, Что хотел сказать пароль. И пароль посвящается 600-летию Куликовской педы. Старая песня, В Афганистане напьет Задолго до длинного. Но Афганистане спели ее один раз, Там записали, И командир полка, Который обсал поблизости, Обвинил мне патриотизм И вообще раздевательной дарами, Это еще маркет, Сорковая, 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 Выблестная, Непонятно. Ну и ва, В общем, Это не имеет никого отношения Ни к какой войне. Это просто неправильное видение Одного историка, Когда некое событие Большое историческое. Как на поле Куликова Прокричали кульки, И в порядке бесколком Вышли русские плоти, Как дыхнули Перегаром За ее скоростью, Значит, Выпито немало, Будет фраг разбит. Слева рать, Справа рать, Приятным спотмелья Мечом ротай. Молодец, Слычат ребята, Подстрахуем неробейные, Перебрались через реку С криком матом, Молодцы, Блядь назад дороги нету, Воду бросили концы. Красноносые воеводы Одну деле знает кто, И в основном череду Реку скакал За садный двор. Слева рать, Справа рать, Приятным спотмелья Мечом ротай. Показалось, Пряши стаи, Кобли, Стали с края в край, Прид конина и гумысом, На холмбе сидит мотай. Лично полем раздается, Есть тут смелые линии, И с татарином сразиться, Выезжай, Пересвел, Слева рать, Справа рать, Приятным спотмелья, Мечом ротай. Не боись кричат ребята, Подстрахуем, Не робей, И стал приятным, Голопым, Вылетает человек, И сошлись, Ребята, Единственное, Утром ротай, Накануне все допито, И нас страшно помирать, Слева рать, Справа рать, Приятным спотмельем, Мечом ротай. Как на поле Куликовом Откричали кулики, Разгромили басурманов Протразевшие полки. Была слева рать, Была справа рать, Теперь за 100 верст Никого не видать. Была слева рать, Была справа рать, Теперь за 100 верст Никого не видать. Потом приехал Новый гонок, Где полка, Роб? Приехал генерала Рохлинда, Переписал кассету На вторую неделю Сукова ранее там, И в полку, Вадим, Ну, под полков жару, На генерала, Ну, помните, да, Трагически, Баги поубиться. Вот у нас тоже, Фрезопатский изводил столовую с авганской для улучшения аппетитных архиментных бойцов. Еще одна песня. Тоже грустная песня. Каскадеры, которые сидят в этом фрезопатии, все дороги занесли. А рыба-маринка в этой реке водилась с маленьким усами, похожей на карту. Ее надо уметь приготовить, иначе отравишься. Брюхо надо отрезать. Мы ловили большую саперную ручку и малую саперную ручку. Это большая саперная граната и 200-граммовая шашка, а малая это маленькая граната и 100-граммовая шашка. И вот ее перевлечь солдатой с сеточками со скалы Сангимора. Бывает, бывает, были 100-граммовые шашки. Развесовка такая же была. Вот. Вот про эту маринку взлют. А где-то рано утром после пьянки, там и придется интеллектуал. А в Файзабаде ходят сафаланги. Я твари ядовить и не видал. А в Файзабаде ходят сафаланги. Я твари ядовить и не видал. А где-то даже женщин обнимают. И это там у них не стоит ничего, ну не чекает. А в Файзабаде по ночам стреляют. И пули пролетают сквозь окно. Пускай пешком и даже без патронов. Но я в союз бы с радостью ушел. Но в бадах в стране водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Но в бадах в стране водятся шпионы, которых я пока что не нашел. И тоже не поймут, что удивительно. И еще одна песня. Такая вот, если у вас слово злая военная. Скала Сангимова, скала Рылов. Легенда гласила, что там была одна из летних резиденций штатов Афганистана. Там вот такая скала метров на тридцать, наверное, далеко в Кокче, обрывистый. Там вырвана пещера, такая огражденная. И там вроде шахт неверных жен оттуда сбрасывал. Горишку Кокша, напорная такая вниз. Мы бросали уточки малые, большие, рыбу там ловили. Но это песня. Горишка Кокша, напорная пещера. Горишка Кокша, напорная пещера. Утонулась уже песница, речка. Нас двенадцать из рейда вернулась вчера, А троих приняла к себе вечер. Нас тринадцать из рейда вернулась вчера, А троих приняла к себе вечер. А там скинулись в небо стволы АКС, Прокрабляет на плиту в лозето. И ушел в облака смертоносный свинец, Предназначенный для человека. И ушел в облака смертоносный свинец, Предназначенный для человека. ПЕСНЯ ПЕСНЯ На скале сангемор, на скале мой сангемор, Наша гордая горькая тризна. Сангемор, на скале сангемор, Наша гордая горькая тризна. Я вернусь, с моим славой было по пять лет, а я написал на них песню. Она мне сейчас кажется актуальной, написал, черт возьми, значит тогда. Песня называется «Оловянные солдатики», детская песня. «Колец всего войн» обычно вступает в какую-то песню. Оловянные солдатики, просто детская игра, каждый с мини-автоматика, из мини-шашки генерал, мчатся в мини-БТ-риках, за противником алкогон и у мини-офицериков мини-леточки погод. Вот в атаку смело двинуты, оборону промыв, из коровки танки вынуты и сходу брошены в прорыв. Ну и еще одно усилие, а он даже конница пошла, ура! Но то случилось перемирие, мать обедать подала. И на время кошмарное примирило две страны, и дождалось более правдой первозданной тишины. Ох, и машины курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что в играх взрослых не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, два рубля за десять штук. Оловянные солдатики, просто детская игра, На каждой смене автоматикой. И смене шашкой генерал. Браво! Я старался в письмах писать, в письмах, в стихах или стихи поставить. Не важно, какая разница должна быть. Афганец – явление интересное, но противное. Это мелкий-мелкий песок, вообще меньше, чем порошок зубной. Желтоватого цвета. Залетает любую щель, спасения от него нет. Только глазком повяжешь и все. И как зато этот афганец, выноси всех с ветром. И ничего больше не остается делать, как песни писать. Или песни. Да. Она сказала, что только я получил письмо как раз из союза, жена мне прислала, почему-то все трое рыжие сидят, а два мои близнеца и жена. Рыжие вообще, как эти мухоморы. И один из них в письме просил прислать подругу побольше, Лешка, а Мишка просил земли прислать. Посмотрите, какая там в Афганистане земля. А вот я по мотивам этих письм и событий, в которых написал песню. Желтый приют, наши окна запорожные, Трехи генерал гонит, бродит и патаран. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Нагорной Бадакшан. Мне поет про горы. Грусть вогнет охуная, А вокруг столпились горы на лягу. И живу я здесь с засадами и колоннами, Да еще двоими письмами живу. Мне отмечено. Устали лифка, ранили? Для чего живет на свете человек? Здесь шашли два века впротивостояния, Век двадцатый и четырнадцатый век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисусы я, Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русы, Сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь маломодные традиции, Все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, Он милицией московской ни черта. Пью за дружбу боевую настоящую, Пью за то, что он не смотрит свысока, Что меня он не ходячего и зрячего, Семь часов тащит по скалам до полка. Но, может быть, мои зумбурные карагули, Разбирать ты будешь слезы не моя, Только сделай так, родная, чтоб не плакали, Письмо памятный читая сыновья. Только верю по законам человечности, Будет встреча, будет новая весна, Ты моя к ней, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ты моя к ней, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ну, писали, что там здорово, там, Партышки попали, скажут, бананы, апельсины. И наш счет сын злой вычеркнул, Что я снахождение, и по якнему слову. Поэтому писали всякую группу, Что последний раз в шестьянской водоне, И все живы-здоровы. Я считаю сам себя удивляюсь, Братья благораста, в ухе все в темных годах. Уже расхородились. Ну, а так как жив и здоров, Никому тужен, не ранен, А в Сталину догадайся сама, В Волганистане, Волганистане, Жизнь не уместится в строчки письма, В Волганистане, в Волганистане. Жизнь не уместится в строчки письма, Ты не прочтешь в популярном романе, Как проверяются судьбы в бою. В Волганистане, В Волганистане, Время историю пишет свою. В Волганистане, Волганистане, Время историю пишет свою. На самом широком экране Мне показать, что такое война В Волганистане, В Волганистане, Правда оплачена, нами сполня. В Волганистане, В Волганистане, Правда оплачена, нами сполня. Кто-то подлинится, кто-то не встанет, Сердце разбив, а гранитную твердь В Волганистане, в Волганистане, Цены иные на жизнь и на смерть. В Волганистане. В Афганистане все иные, на жизнь и на смерть. Божью в Гератии, готяни в Бадахшане, В скалах салага, в песках чердары. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. Помните ждать, не глядись на коране. Знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру. В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру. Белое солнце встает поутру. И такая песня. Бывают дожди, грязь не макалит. Поступится брать транспортеров. Грязь высыхает, пыль превращается. Но это были горы, это был дождь. Он такой, как у нас в июне, в июле чистый дождик. Совершенно неожиданно в том регионе события, в горах дождь. Плюс 52 на солнце, зимой не до минус 20, но дождь подмосковный. Плюс 52 на солнце, зимой не до минус 20, но дождь подмосковный. Плюс 52 на солнце, зимой не макалит. Плюс 53 на солнце, зимой не тот снег. По горным склорам, по машинам, по погорам, Ежебетно раскалённым, вот о моём дом откроется. Дождь идёт в горах Афгана, По забытым и желанным, По вид светлой Адоль, Далью доменьки синяя, И от плясовой трагер, Два безусы капитана, два танкиста из Баглана, На золотой праге. И от плясовой трагер, Два безусы капитана, два танкиста из Баглана, На золотой праге. Дождь идёт в горах Афгана, По забытым речкам, пересохшая речка, Но он, конечно, он, конечно, Не российский, не родной, Не знайков, а ссориво, злея, И созвездия подолея, На войну вопрошен дождик, Этот дождик проливной. Если Бог отцовет злее, И созвездия подолея, На войну вопрошен дождик, Этот дождик проливной. Дождь идёт в горах Афгана, Это странно, очень странно, Мы давно уже от выпьем, Отопили я воды, И дождю подставив лица, Все пытаются отмыться, От жары столетней пыли, Серой пыли и беды. И дождь идёт подставив лица, Все пытаются отмыться, От жары столетней пыли, Серой пыли и беды. Серой пыли и беды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Война в Польщу, Одна, слава Богу, Конча эта война в Афганистане. Значит, Как я говорил, Горжусь тем, Что воевал, Легитарный, Легитарный, Деверчонный, Ответный групп, Комитет боеподобрата По названию Каскад операции. Это выигрывание, Что-то. О нем только стали писать, Только стали говорить, А то там до этого были все Разные герои Одного мира. Тут я знаю, Что одного Амина Расстрелял 10 человек. Скажем, В основном, Все больше и больше. Приходят. И гордо об этом заявляют. Вот никто не соглашается, Убил Джохарду, Да, А вот Амина. То есть, История коверкается, Вы думаете, Черт знает что. Я это знаю, Потому что На работу вышло, Я честь имею Представец, Союз президента Общественного фонда Боим-Подгарант, Объединяющий Бывших Сотрудников, Ветерантов и действующих Всех спецслужб, Всех спецпрометвлений Всех спецназов СССР и России. Вот. Тех, кто, собственно, Войну на себе тащит. Да и начинал войну Первую. Вот. Начинал, что Дед войной в Ауганистане Вылилось в то, Что, Конечно, В итоге Никто не ничего не понял. Вот мы и стараемся Вот. Ни шкаю. Чтобы не забывались Войны, Как ни странно. Их помнить надо. На что они Обходятся Вот простые люди. Чтобы не было Других войн. Поэтому Есть и веселый, Конечно, Радостес петь. Есть, Бабса, Пожалуйста, Веселец. Извините за то, Что песни такие. Но мы же без войны Нигде не живем. Так что вот И все песни, Естественно, Про войны. Окончаются войны, Как всегда. Вот. Спасибо за сло. И все. И ты никто. И ушел, Ты сидишь там. Если друзья не помогут, Так сопьешь. Вот. Песенка О пяти Каскадеров. Каскад, Команда, Песня о пяти Каскадеров. Пять Каскадеров Лезли Высь Покручив На поле Масверку Камни Сорвались Их Уже Четыре Однажды Четверо Пошли В кишлак Под гюльханую И власть Народную Спасли Двоих Осталось Кроме Каскадеры Шли В песках Трелись И два И два Один Ловушку Прозевал И их Осталось И шла Каус Слышав Крик Решили Поглядим Но там Был снайпер Штурмовик И их Уже Один Вернулся Ему Молиться Бо Судьбе Но стал Не нужен Никому И главное Себе За рюмкой Коротая Дни Он Жег Себя Дотла И снова Встретились Они Такие Вот Дева Ла 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 Пошло время Но у нас 27 декабря Ну оказывается Знаю 27 декабря У нас Памяти Это начало войны В Афганистане А 15 февраля Праздник Это вывод войск Вот в следующем году У нас Войной Как бы Начало войны Грустные Грустные даты В общем у нас Праздник раньше Чем начало войны У нас 15 февраля Девятого года У нас Праздник Окончание войны А 27 декабря Начало войны Вот Эта песня Называется Помощный гост Встречается всем Боим друзьям И живущим И тех Кто не дожил По разным причинам В Балашихе На старом объекте Это 101 школа Знаменитая Диверсионный развед На счет довоенной До той большой войны Там их мемориалы Каждый год Прибавляется Поездка фамилии Прибавляется И тех Кто своей смертью Умер И тех Кто погиб На операциях У нас Трагические 200 4,2 5,2 Вот за ту неделю За одну Из Ангушетии Из Дагестана Это наши ребята Это выбил Цель Или все Легушет Школочник Сейчас Это цель Специальных Наношений Привезли Усот Это Рыбы На Эта песня Повещается Я поднимаю тост До друга Става С которым Вместе Шел Через войну Земля Дымилась Плавилась Пожаром А мы Мечтая Слушать Тишину Я поднимаю Тост До друга Верного Сурового Собрата Моего Я бы не вернулся С той войны Наверное Когда бы Рядом Не было Пьем Последние Патроны Сигареты Мы Порвано Делили По полу Одною Плащ Палаткой Согретой Мы спали И Россия Снилась Нам И сколько Бо мне Жизнь Я пущала Куда Быть А бросила Судьба Я помню Как однажды Дорога Лучшов Сверла Со мной Афганская Тропа На старой Фотографии Любительской Еще после Атаки Мерсты Стоим Мы Два Десантника Из Витебской Устало Улыбались В объективе Я гляжу На этом В плане Прошлою Свеча горит И тает Скорь В день В день Поверь Верили Салюши Что день Настал Я праздную Поверь За окном Бочная Тима Калышится Гляжу На фотографию Курю И у меня Хрипший Голос Друга Слышится Живи А я Прикрою Как в бою Рассвет Стоит Над городом Пожарище По улице Трамвай Не звеня Я Бью Вином За старого Товарища А был Дужив Выпил За меня Рассвет Стоит Над городом Пожарище По улице Трамвай Не звеня Я пью До старого Товарища А он Даже Не звен За меня Субтитры делал DimaTorzok 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 Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан Парень из последнего каскада покидает Мартовский Афган Он почти утрапа оглянется, остановится и на момент Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok